Когда мы евангелизацию проводим в Израиле, когда мы рассказываем о своей вере, и говорим, что Иешуа есть Машиах, то первый вопрос, который они задают вам, он же может быть Машиахом, если все пророчества он не исполнил. Где мир на земле. И второе, что спрашивают вас, как же он может быть Богом и человеком одновременно. И сегодня я говорю об этом вопросе. Хочу дать вам некоторые инструменты для свидетельства евреям. И надеюсь, к концу дня вы сможете даже свидетельствовать раввинам. Только на основании Танаха, еврейских писаний. Как вы знаете, что в первом веке не было Брит-Хадаша. Однако в это же время распространяется Евангелие во всей Европе. Это происходит без написанного Брит-Хадаша. Все писания, которые у них были, это только Танах. Также сказано, когда Иешуа воскрес, он явился братьям, идущим в Амаос. И открыл все, что было написано о нем в Танахе. Также сказано, что Паул, Шаул, свидетельствовал в синагогах. И спорил в синагогах, доказывая то, что Иешуа есть Мессия. Конечно же, все это было без Нового Завета. Поэтому есть несколько способов, как это сделать. И мы сфокусируемся на одном. Откроем Второзаконие А4. В этой главе. Я буду читать стихи на иврите, и потом буквально переводить их на английский язык. Я читаю из моей Библии на иврите. И буду переводить то, как я понимаю слова. Это не значит, что все английские и русские переводы неправильные. Это просто означает, что это как я понимаю еврит. И так же у вас, можно сказать, еврейский взгляд появится на этот вопрос. И более чем это, израильский взгляд на этот вопрос. Когда вы читаете слова. В Библии. Пятнадцатый стих. На английском или на русском. Вы должны быть очень осторожными в своих душах. Потому что вы не видели никакого образа в тот день, когда Адонай сказал, проговорил к вам на горе Хорив из огня. Поэтому они не делают никаких скульптур, статуэток, статуэток, картин, изображений. И вот раввинистический взгляд основывается на этом стихе. Раввины читают этот стих и знают, что Бога нет образа. Вы не видели какого-то образа на горе Хорив. Поэтому Бога нет образа. И так же Рамбам, Раби Моше бен Маймон, Маймонидис, говорит в своих тринадцати принципах веры. Я верю всей верой что Творец, пусть был в основном его имя, он не в теле находится. И те, кто может видеть тело, не могут понять его. И у него нет никакого образа. И это так же, как вы становитесь евреем, обращайтесь в едаизм, завершайте геор, вы это должны понимать. Эти тринадцать основополагающих принципов веры. Это Рамбам. И в синагогах, мы поем Игдал. И это было написано в тринадцатом веке. И там, в тринадцатой строке, сказано. У него нет ни образа, ни тела. И мы не можем понять, насколько он свят. Это кредо веры большинства раввинов и евреев. Что у Бога нет образа. Бога нет тела. И это мерзость, и это еретичество говорит, что у него есть тело и образ. Если вы пойдете в современную синагогу, то девяносто девять процентов всех людей в синагоге скажут, у него нет тела. Это настолько выгравлено в еврейской традиции, Так что даже в Израиле вы просто светские евреи. Если вы пойдете на улице, потерялись, спрашиваете кого-то. 99% would say no, he has no body. И у любого спросите, и вам ответят, что нет у него тела. У Бога не может быть образа. И это, наверное, самое важное и самое распространенное раздражение, которое они говорят нам. И говорят, что Иешуа, есть ли он Мессия, Машех. Этого не может быть. В соответствии с еврейской традицией. И раббинистическим учением. Но не всегда так было. Если я открою Танах, и снова прочитаю в Танахе, тогда мне нужно решить, с чем же мне соглашаться. Соглашаться мне с раббинистическим учением? Или же мне согласиться с тем, что в Танахе написано? И весь день мы посвятим этому, Бытие первого глава. 27 стих. Когда я перевожу на английский, а потом Татьяна на русский переводит. Если что-то будет очень сильно отличаться в русском переводе, то говорите мне русский от оригинала, и брита. Потому что я хочу это знать. Как в разных переводах это выражается. Окей. Genesis 1, verse 27. Ваевра Елухим от Адам бетсалмо, бетсалем Елухим бара уто, Захару накива, бара утам. И Елухим created men Создал Елухим Человека по своему образу. По образу Бога Он создал их. Мужчина и женщина Он создал их. Очевидно мы уже видим здесь. Если Бог создает по образу Своему, значит у Бога есть образ. И так же раввины на это отвечают. И особенно Раши об этом говорит, и почти каждый стих может объяснить. По этой теме. И вот что они говорят, что образ Бога это не физическое тело. А Его характер Только Его характер Только Его духовная сущность. Но нужно решить вам. Then, let's look at chapter 3. Третья глава. Verse 8. Восьмой стих. Ваишмеу Эт кол Адонай-Елухим Митхалех баган Леруах היом The first part. And they heard The voice Of God Юд-Хей-Вав-Хей И они услышали голос Бога Юд-Хей-Вав-Хей Входящего в саду В прохладе дня. Если Бог ходил То должны быть у Него ноги. И вот этот факт мы уже с ним сталкиваемся. Если откровение приходит к нам из Писания. Что образ Бога это физическое что-то. И что у Бога есть ноги. Если Он ходит в саду. И нужно нам открыть свои глаза. И посмотреть на это. Now let's go to Genesis. Дальше Бытие. Chapter 18. And we start our Looking into the life of Abraham. Мы рассмотрим жизнь Авраама. Even just with chapter 18 We can even wrap it up. Даже если просто взять 18-ю кладу Мы уже многое можем извлечь. We can even wrap it up. We can even establish our objection To the rabbinical views By the first three words. И даже можем Все противоречия, все возражения Со стороны евреев Убрать даже с помощью Первых трех стихов Этой главы. Вайера элав Адонай And the Lord Or Адонай Or Юдхей Вавхей И Господь Адонай Либо Юдхей Вавхей И Гова Явился Перед Ним. The word here Used in the Bible Вайера И это слово Вайера Comes from the root Реш Алефей Лирот Происходит Это слово Лирот To see Что значит Видеть In Hebrew We say Вайерад So he saw something Поэтому Он увидел что-то He appeared to him Not in Spiritual form Он явился ему Не в духовном виде Не в духовной форме Но Авраам Увидел что-то Что же он увидел И мы будем читать Стих за стихом И Авраам Сидит У двери При входе В шатер Are you translating From the Bible Or are you translating Are you reading Me You're translating me Good So whenever There's something In your Russian text That is completely Different To what you're saying Tell me If there's anything In verse 2 Авраам Поднял очи свои И увидел И вот три человека Стоят перед ним He saw that Он увидел их He ran towards them Подбежал к ним От двери в шатер And he fell Face down И упал лицом вниз Abraham Abraham Now what is the image Что здесь за образ Use your imagination Используйте свое Воображение Abraham Абраам Видит трех человек Которые приближаются К нему Он смотрит на человека На человека Стоит И он И он Бежит к ним И он падает Перед ними И он падает Падает перед ними И он поклоняется им Но разве он поклоняется Всем трем Давайте в третьем стихе Посмотрим Ва йомар Адонай Им нам Атсатихен Бенеха Альна Тавор Ме Алав Деха And Abraham said Адонай И Авраам сказал Адонай Если я нашел Благоволение В твоих ручах Тогда не проходи Мимо твоей услуги Не отходи Поэтому Авраам Видит трех людей Подбегает к ним Падает на землю И говорит Адонай Не говорит Господи Он говорит Мой Бог Что на русском языке У нас написано Господь Владыка 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 Is the one Who Everything belongs to Everything belongs to This person Okay But is it Divine Is it God In the translation Divine In Russian Yes Only God Or can it be also The Tsar Only God Clearly God No Not clear Kmo Melech Aha So In the Hebrew In the English You have all kinds Of translations Most of them say Lord Which of course Can be understood As just A Lord A Lord But Mostly put it In capital L O R D Capital letters In the German It's clear It's God God French I checked Three translations Also Clear It's God So In Hebrew The word Is very simple Adonai 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 Is not used For any Other thing Adonai Не используется Для описания Еще чего-то You can say There's Slight objection Let's resolve it No Допустим Решим Давайте Такое возражение You can say Adonai For plural Of Adon Adonai Adon Lord Adon It's Lord Adonai My Lords Adonai Adonai Lord Adonai Он говорит, Адонай обращается к Нему одному. Затем в четвертом стихе. Давайте возьмем воду. И омоем ваши ноги. И отрепитесь дерева. Я принесу вам хлеб. И приготовлю пищу. И потом вы будете продолжать идти, потому что вы пришли к своему слуге. И человек сказал, да, делай как ты хочешь. В шестом стихе он бежит в палатку к Саре. Говорит, спеки хлеб им для них. В седьмом стихе он идет к скоту. И он идет к стаду. И он дает его к святому. И он дает его к святому. И берет теленка берет молодого и приготовляет его. И в восьмом стихе берет масло и молоко. И теленка. И он их садится. Мясо, телятину. И обслуживает их. И они кушают. Поэтому Бог находится там. Адонай. И Он сидит там и кушает с Авраамом. А что же Он кушает? Он кушает масло и молоко с вилл. Может быть чизбургер. Получается, чизбургер может быть. Но это масло, потом масло, молоко и говядина. Или по крайней мере хороший стейк с маслом. Кто же это может быть? Кто же это может быть? Что же это за человек? Потому что Авраам увидел трех людей. Что же это значит? Три человека, одного из них называет Он Адонай. По христианской традиции церковной говорят, это Отец, Сын и Дух Святой. Я не соглашаюсь с этим. Это неправильно. Потому что в Духе у Духа Святого нет формы. Но кто же это может быть? Может быть это Ишуа. Должен быть Ишуа. И я говорю, что это Бог в человеческом образе с двумя ангелами. Как же я это знаю? Я не изобрел, что это два ангела. Потому что если вы посмотрите 19 главу, первый стих. И сказано, два ангела пошли в Содом вечером. Поэтому Авраам был там с тремя людьми. Он кушает вместе с ними. И затем, когда Ишуа говорит им благую весть о рождении Исаака. И вы помните, что история в 13 стихе. 18 глава, 13 стихе. Что он там говорит в русском языке? Бог говорит Аврааму. Что там сказано? Сказал Господь Аврааму. Поэтому он сидит и кушает. И здесь очень ясно сказано что это Господь. Юд-Хей-Вав-Хей на еврейском. Ехова. Имя. И здесь в 13 стихе сказано, и Бог сказал Бог Моисея. Поэтому очень ясно видно здесь, что Бог сидит с Авраамом и кушает. И говорит к нему. Это удивительно. И затем на 16 стихе посмотрите. И те человеки встали. Right? Мен? In plural, in Russian. Человеки, men. На что написано? Люди, мужи. Yes. Yes, the same. И Авраам идет с ними to send them away to go to Sodom. Встали мужи. И Авраам пошел с ними проводить их в Sodom. И в 17 стихе. И снова Юд-Хей-Вав-Хей говорит. Поэтому Авраам проводит этих двух ангелов. И затем он встает и говорит с тем, кто остался. И снова в 20 стихе. Сказал Адонай. Сказал Господь. И в 22 стихе. Ваифну мишам анашим ваилху Сдома ва Авраам удаену омедлифне Адонай. And the men went away and went to Sodom. And Abraham is still standing before God. И мужи встали, ушли в Sodom, а Авраам все еще стоит перед Богом. Поэтому это очень и очень ясно на Еврите. Видно. Что пришло трое мужей. Это не было трое ангелов. Обычно учат чему? В израильских школах. Что было три ангела. Но один из них Адонай. Абрахам называет его Адонай. And then it continues to say Adonai spoke to Abraham and Abraham stood before Adonai. И затем также продолжаются вот эти слова повторяются снова и снова. Авраам стоял перед Adonai и Адонай говорил к Аврааму. And then it says that two angels went to Sodom. И затем говорится pleasing, pleading before Adonai. Verse 32 Please do not be angry Adonai. And verse 33 And Adonai walked. Walked away. When he finished speaking, talking to Abraham. And Abraham went to the tent. And again the angels the two angels arrived in the evening to Sodom. So do you see this image? Yeah, again. Abraham is sitting in a tent. Three men coming to him. He bows down Adonai. He makes them food. And they sit and eat with him. What do you need? Russian Yeah. Literal translation. Ivrit. Wow. And he eats they eat together. Abraham walks with a man sends them away to Sodom. Abraham провожает двух angels Sodom. The men walk to Sodom. And Abraham stays there with Adonai. And Abraham stays there with Adonai. He pleads with him. He intercedes for Sodom. And then when Adonai finished to speak with Abraham he walks away. And the evening arrives and the two angels in the scripture arrive to Sodom. It cannot be more obvious than this. So we see here Abraham meeting God meeting Yeshua meeting with Yeshua It can't be anything else there's no other possibility who can this be? Can this be the father? Can this be our father in heaven that came down? It cannot be because our father in heaven is holy and no one ever saw him. Where does this where is this written? Do you know where does it say nobody ever saw God? It's in the gospel of John chapter 1. Let's just look there. Verse 18. Now of course you cannot show this to Israelis or Jews. Well, you can show this but it's not valid for them. But just for us to be sure it's not the father Let's look at it here. 1.18 1.18 Nobody ever No one ever saw God. The only son who was in the bosom of the father, he who made him known. So we see Abraham meeting with someone that is God. and he's a man who is in the image of a man he can walk he can sit he washes his feet he eats with Abraham but yet he's God and at the same time he's God in the Tanakh it says he's Adonai but he has a body now this cannot be the father it cannot be or Abraham would burn like this die is it the Holy Spirit is it the Holy Spirit is it the Holy Spirit no because the Holy Spirit does not eat he does not walk sit but yet it is God there's only one option this is Yeshua Immanuel God is with us not from Matthew but Immanuel from before the creation of the world Immanuel God with us was walking in the garden with Adam even he is the one that created him in his image from mud with his own hands he created Adam from mud from mud Yeshua himself Immanuel is the one who made man and it's him who breathed life into this mud body we should understand this meditate on this check it try is there any objection solve this problem within your heart so you will see and understand that this book begins with Yeshua before he was born we can how many minutes we have do we have two more we do have five ok let's look in John 8 and the next hour we'll continue and see the lives of another person let's conclude in John 8 and I'm going to read from verse 40 40 yes John 8 verse 40 or let's read from verse 39 the Jewish people there say to Yeshua they speak to Yeshua they say Abraham is our father 39 John 8 verse 39 Abraham is our father они говорят Abraham наш отец Yeshua says to them if you're the children of Abraham do what Abraham did but now you want to kill me a man that spoke the truth to you the truth I heard from the father Abraham did not do that do you understand now what he meant he meant when Abraham saw me he did not behave like you did Abraham bow down made me food he worshipped me and then let's look in verse 56 it says chapter 8 verse 56 and he says Yeshua says Abraham your father rejoiced to see my day and indeed he saw and he was glad and then they answer him you're not yet 50 years old and you saw Abraham and Yeshua says to them amen amen I say to you even before Abraham I am because of that they lifted stones to throw it but you see they did not understand what he meant he simply told them about Genesis 18 he says of course I saw Abraham and he saw me it's in your Torah go and look there did you ever think Adonai he bows down before Adonai Abraham bows down before the Lord how did he know it's him he knew him from before Abraham knew him from before can you imagine where where did he see Yeshua before we leave this for the next next lesson next lesson hallelujah thank you Lord спасибо Господь